кстати да это грустно говорю или она сама совесть уникальный всех на днях едет в эту самую на днях она едет в москву покорять москву я его звал сибирский ломоносов тот ломоносов номер один приехал на навозе пешком на тысячи метров севера были на санна и сибири москву сейчас я пойду двух минутный перерыв потому что я сейчас на пусть я дам очень важный фактически для вас она все это и безу знать но я все-таки в рот скажу сейчас я подарю себе чарик а Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Нет... Вот... Когда-то мы спасли Москву и Сибиряки... Теперь мы будем спасать их от этих самых... От отравленных фруктов... Вот так вот... Итак... У неё будет там две темы... Интересная... Она мне прислала... Как это называется... График, не график... Программу... И вот что интересно... Там две программы... В одном месте... Она будет... Читать доклад... Естественно... В докладе будет... Это... Фотография из... С моего сада... Вот... Будет... Те же самые, о чем мы говорили... Но немножко по научному... Сказано... Так, чтобы не выглядело... Это самое... Может быть... Даже я скажу... Не слишком умно... Чтобы выглядело... Потому что могут... И как меня сказать... Вы что там... С ума сошли... Вы что там сказки рассказываете... То есть... Все это будет подано... Как бы сказать... Наукообразно... Ладно... Это пускай... Надо же как-то мостик между наукой и любительством развивать... Строить... И вот... Я, конечно, тоже на что-то надеюсь... Что этот доклад будет... Останется не незамеченным... Международная конференция... Вот... Она одна из докладчиков... Но мне интересно другое... Ближе к делу... И ближе к учебе... В другом месте... Она будет модератором... Ее... Аспирантку... Она будет модератором... В другой группе... И в той группе... Главнейшая будет... Тема... Это те же самые вишни... 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 Вот эти самые... Смотрите... Вот это вишни в Сибири... Я как бы... Напустим... Какое даю... Сейчас поймете... Вот это вишни как бы в Сибири... Да... Вот... А им... Этим вишним... Все по барабану... Морозы... Это мой сад... Фотография... Вот... Морозы... Все равно... Им не нужны... Осветляющие обрезки... Им не нужны... И никакие... Адохимикаты... Вы не найдете ни одной... Это... Поршинки... Вот... Кстати... Вот фильм же снимал... На днях... Он уже... Да... Он вышел... Посмотрите... Я хожу и говорю... Найдите дырочку... Муравей не дают... Это самое... В обеду... Найдите дырочку... Найдите... Ну... Хотя бы одну... Поршинку... Вот... Вот... Бесполезно... Нету... Вот... И все это без ничего... То есть... А почему-то там наоборот... Там, где все это делают... А у них... Они гибнут миллионами... Слово миллионами... Я не преувеличу... И вот Елена Александровна... Должна будет его слушать... Очередно автор... Я когда на международной конференции... Где меня микрофон отключили... Вы уже знаете... Но вы не знаете... Что после меня... Я еще некоторое время сидел... Вот... Главный редактор... Этих самых... Председательного хозяйства... Вот... Меня напичкало полный рот... Этих самых... Таблеток успокаивающих... Вот... И... Тамара Александровна... Юдина... Вот... Я разводил руками... Он как говорил... Да... Гибнут миллионы... Но мы значит... Все это... При него... Мы сейчас... Все это... Там... Иммунные... Эти самые... Все иммунные... Все это... Вот... Мы значит... Еще яд разрабатываем... Разработали... Еще и дни... Еще яд еще и дни... Вот это я все выслушал... А сады продолжают гибнуть... Так... Я показываю кое-что... Смотрите... Есть болезни... Которые не переносят черешни... Вот... Она... Модератор... Ей не придется там... Говорить то, что даже я сейчас скажу... Я в свободном полете... Я... Что хочу-то говорю... Вот... Бесплатный вебинар... Видите... Вот здесь я внедрял... А это так просто... Просто надо делать скелетные прививки черешни... Вишни... А там теплее... Это возможно... А у черешни совсем другие болезни... И те болезни, присущие вишням... Уже черешни... Вишнево-черешни гибриды... Уже не замечают... А их делают специальными... А вишни черешни гибриды... И делают с помощью опыления... Делают... А в спорте заключается в том... Что никак не развивается именно вегетационное клонирование... То, что я... Вот... Новые слова для вас... Вегетационное клонирование... Ладно... Раз... Они не занимаются даже простейшими прививками... В плане... Как я называю это... Тоже одно из моих открытий... Я называю это инфицирование... Так... Они не занимаются просто... Прививками вишни на черешни... Черешни на вишни... Потому что это опять вегетативная гибридизация... А она опять антинаука... Вспомните те дамы, которые меня это... Извините... С дерьмом... Вот... Железо полечил... А железо взял... Вишню... Вишню... Несколько веточек черешни... Скелет привил... Ладно бы черешня... Вишня изменяется... Видите? А потом получаются такие чудеса... А потом вот такие чудеса... Вот... И я теперь все хочу сказать... А это... Это я... О, как я забыл... Или ниже будет... В общем... Первая причина... Прекратить калечие деревьев... Они... Не нуждаются в вашей обрезке никогда... Просто не нуждаются... А для них это страх какой-то... Вот когда-то Тимирязева... Вот эта вот фраза... Он такой вред... Он... Вот это вот что интересно... Открытие... Тимирязева... Что луч света если не упадет на почку... Она не станет... Плодоносит... Это... Открытие... Гениальнейшее... Привело к обратному результату... С удовольствием... Это то же самое... Как... Открытие расщепления ядра... Урана... Привело к созданию атомной бомбы... И уничтожению сотен тысяч людей... Научные достижения... Ура! Открыли эту... Реакцию... Это... Распада... Вот тебе ее раскрыли... А потом еще страшнее синтеза... Еще в тысячу раз мощнее бомбы... Еще лучше... Вот так и тут... Вот это вот... Вот это Хиросима для садоводства... Если бы никто бы не трогал бы деревья... Я не говорю, что они бы не гибли... Не было бы болезней... Многие из них... Они просто не приспособлены для этого места... Для этого нужно знать строение корней... Значит, где лучше посадить... Где хуже посадить... Кто об этом... Тычет и тычет... А вторая важнейшая причина... Элина Александровна... Если где-то удастся вставить... Но ведь вы можете попасть в диссиденты... Очень страшно... А? Дочка... Ты можешь попасть в диссиденты... Потому что второй будет на пестах... Вот взял-то... Где же эта фотография-то... Где же фотография-то... Ну, если тут их тысячи... Как их найти... Там у меня... Такая вишня, да? И она бросла вокруг десяток этих... Причем их было сотни... А я... Они же растут ковром... Вот... А я их... Эти... Где... Ниже косой спилил... А некоторые оставлял... Ну, на всякий случай... То ли продам думал... То ли... Потом на черешню на них привел... Вот... И вот это явная картина того... Что однажды было так... Попадает черешня... В какой-то регион... Двигаясь на север... На 10 километров... На телегу... На 100 километров... И от одного дерева... Пошли вот эти отводки... Не из косточек... Нет... А именно корневые отводки... Я потом покажу... Это у меня в отдельном месте будет... Я нашел... Несколько сотен костик вместе... Вот они... Вот так... То есть мы их собрали в кучку... Все прогрызены... Дойдены... Как же они расти-то будут... То есть самосевом... Круги вишни... В другом месте... В третьем месте абрикосовые костики... Которые лежали на павлице... Все дойдены... Прогрызены... А мы говорим... Вы знаете... Не простая... Это у меня кажется... Сливовая... Вишневая... И... А в третьем месте... Сливовые костики... Все прогрызены... Вишнику... Черешня... Все... Остается... К размножению... С помощью отводка... И вот попадает дерево... Вот такое вот... Оно дало... Отводка... Один... Второй... Третий... Если не остановить... Сотни... А оно уже плодоносит... Это дерево выкопали... Соседу... Второму соседу... Второму соседу... А вы знаете... Такое геометрическое прогрессие... Помните... 64 клетки... На первую клетку положили... Кук семечка... Зернышка пшеницы... На первую клетку... А их всего на шахматной доске... 64... На вторую положили две... На третью 4... На четвертую 8... Ну и что? Кто-то когда-то спорил якобы... Какой-то подержал с каким-то шахом... Оказалось, что это... Не хватает эшелона с зерном... Чтобы на последнюю клетку положить... Я думаю, ремешка хватит... Вот такого... А теперь... С одного дерева 10... Следующее поколение 100... Следующее поколение... Получается... 10 тысяч... И вот так... Все они... Генетические родственники... Все... Расходились на сотни километров... Покоряли сотни деревьев... Вершина успеха... Все-таки цивилизация шла не так быстро... Все-таки это... Чеховские времена... Вишневый сад... Невозможно собрать урожай... Так было... Вот... А потом наступила генетическая... Усталость... Вот так железо это объясняет... Слова генетической усталости... Науки, по-моему, нету... Это я самый простой выбрал... Сам придумал... Вот... И получается... Теперь в Европе нихрена нет... А у меня 5 лет назад... Три... Трехлитровые банки... Там их десятки тысяч... Костик... Я вам показывал... По этому... Уже несколько раз по... Ну и тут... И в статьях... В фильмах... Везде... Вот... Три... Трехлитровые банки стояли... 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 Сколько мог раздал... Вот они раздавали... Вот... С гордостью... А Алексейка... Карташовый... А... Сам получил... Латинкова... А... Алексей... Макаров... Еще один наш... Из лучших... Успешных садоводов... Любителей... Я говорю... Там очередь должна с ученых... В Огненск... Возле его сада стоять... В очередь... И вот так вот... Протянутой рукой... А он аллею посадил... Изабелькосов... Аллею... Вот такие мы ребята... Сейчас вот это... Надо вернуть Европу... Яна Александровна... Если как-то сможешь... Сегодня у меня митинговая... Не... Делай то... Делай это... Даже про то... Что отводки дают... Можно было спокойно рассказать... И отводки показать... И корни их показать... Но я это все показывал... И вдруг... Бах... Вы будете модератором... Там, где кто-то... Увидите сами... Будет говорить... Еще иммуннее... А дерево... Видимо... Надо еще сильнее резать... Чтобы солнечные лучи... И пошло... И поехало... Вот... Я бы там начал выступать... Мне бы... На вашем месте... Мне бы микрофон отключили... Как вы умудритесь донести это до людей... Я не знаю... Вот... Чтобы своей остаться... Вот это самое страшное... Я не остался свой... Хм... Хм...